Евгений Киселёв Отношение к Алексею Арестовичу, особенно в Украине, в последнее время изменилось. У меня тоже к нему есть вопросы, и я их постараюсь задать, но тем не менее я исхожу из того, что если есть возможность поговорить с человеком, даже к которому отношение в украинском обществе и не только в украинском обществе сейчас довольно сильно изменилось, это нужно попытаться сделать, чтобы понять просто мотивы, которые человеком движут. Алексей, здравствуйте, спасибо, что вы тоже не побоялись со мной выйти на связь и поговорить, потому что, простите, некоторые вещи, которые вы озвучивали в последнее время, вот в этот день, когда мы говорим с вами после вот ужасного ракетного обстрела, который совершила агрессивная российская армия, нанесла больше полутора сотен ударов разными, точнее атаковала более полутора сотен целей на территории Украины, и есть разрушения, погибшие, раненые, вот после этого, я боюсь, вас особенно не поймут. Важдуте реакцию с моей стороны. Ну, смотрите, вот в частности, я был сам чрезвычайно удивлен разговором о том, что вы якобы ратуете за некое объединение усилий России и Украины, некий новый пакт, если угодно, против Запада. Нет, я пугаю Запад перспективами, возможно, причем я, поскольку я нахожусь на Западе, я прекрасно знаю, какие у них дискуссии идут и что является аргументом в этой дискуссии. Так вот, пожалуйста, чтобы я вас не перевирал, вот скажите, вы действительно за то, чтобы между Россией и Украиной был заключен какой-то мир, и затем Россия и Украина совместными усилиями пошли делать какие-то предъявы, как сейчас были сказаны. Я за то, чтобы в мир между альтернативой большой 10-15-летней войны, серии войн, и между тем, чтобы он сел и подумал, может быть, как когда-то садился во время хельсинских переговоров 1975 года, во время других серий переговоров сели, подумали о том, как сделать так, чтобы этих войн в Европе, в частности, и в частности на территории Украины, избежать. Потому что я, как гражданин Украины, офицер, дававший украинскую присягу, как бы не хочу, чтобы Украина была полем боя, скажем так, все эти 10-15 лет. Мне это не нравится, я вижу, что происходит и куда оно идет. Поэтому, если есть разумная возможность, в которую я, честно говоря, не очень верю на самом деле, сесть и подумать о новой системе коллективной безопасности, которая заменила бы недействующую Поздаму Ялтинскую, то это было бы замечательно. Сразу скажу, что я не очень верю. Я, скорее всего, думаю, что базовый сценарий – это большая война. Точнее, как 10-15 лет серии разных войн, столкновений по типу Украина, Израиль, и боюсь, что мы не две последние горячие точки. Но, как бы, понимаете, если говорить о рациональности, то надо вносить иррациональные предложения тоже, а не только прогнозы о том, что война будет идти до 10-го, как это, до 35-го или 42-го года. Хорошо. А в этом случае, как вот быть конкретно в нынешней ситуации, когда люди в очередной раз столкнулись с акцией устрашения, я бы сказал? Да, смотрите, она же… Переговоры с человеком, в конце концов, там Путин все решает. Как переговоры с человеком, который является серийным международным военным преступником? Смотрите, речь же идет не о этих самых, не о переговорах Украины и России. Они, с моей точки зрения, ни к чему не приведут, да и невозможно. Речь идет о том, чтобы как бы сильные мира сего, то есть все игроки, Китай, Великобритания, США, Европа, Украина, Россия, все те, кто идет по формуле мира, внесенной президентом Зеленским, та же самая логика, все те, кто должен был выступить государственными гарантами для Украины и продолжаются переговоры о гарантиях, мы знаем, что британцы пока согласились, а все остальные нет. Вот они сели за большой стол и решили систему противоречий, существующих после разрушения поздамо-ялтинской системы, которая с 89-го года не работает. Она с 45-го по 89-й предотвращала крупные вооруженные конфликты в Европе. В 89-м, когда в середине Европы началась Югославская война с сотнями тысяч жертв, то понятно, что она уже не работает. Ну, 24-го февраля стало понятно окончательно, что она не работает. И опыт российско-украинских переговоров мы имели уже. Это были так называемые истамбульские соглашения, в которых я принимал непосредственно участие. Вот, он упущен, и теперь любые переговоры Украина-Россия будут с российской стороны, ну, скажем так, такого качества предложения мы уже не получим. Но дело... Извините, Алексей, что я вас перебиваю. Уж раз вы вспомнили эти самые истамбульские договоренности, ну, расскажите, наконец, в чем была их суть. Вот давеча один из участников, Александр Чалый, выступая где-то на Западе, по-моему, в Женеве, на каком-то политологическом, дипломатическом форуме, сказал, что вот были достигнуты договоренности, и можно было заключить перемирие, но потом, по неизвестным мне причинам, это все сорвалось. Но никто не знает, что же там на бумаге-то было положено. На бумаге было... Я говорил неоднократно, и вслед за Давидом Арахами, могу повторить, потому что он был глава переговорной группы, если он уже об этом заговорил, то, значит, и нам, участникам, можно об этом говорить. Там было предложение, связанное с тем, что... Смотрите, давайте так, в логике. Они сначала выставили очень высокую рамку переговоров. Там демилитаризация, деноцификация, сокращение вооруженных сил, русский язык, церковь, все дела, полный набор этих самых. И после каждого штурма Киева неудачного, их же была серия, 4-5 минимум, они снимали по одному требованию. И все больше делали комплиментов. К визиту в Стамбул был согласован итоговый документ. Ну, как бы, он же открыто опубликован. Точнее, он не открыто и не публикован, но открыто артикулирован. Могу сказать, что предложения были самые мягкие. И там... Ну, например, там была дискуссия даже о статусе Крымов. О том, что он может быть 10-15 лет, и он может быть предметом переговоров. И это было не... С моей точки зрения, ну, по самому ключевому вопросу берем, это был, как бы, парад неожиданной щедрости, которая невозможно было представить. Ну, понятно, почему бы. Потому что российский план вторжения потерпел поражение, войска были... Нанесено ряд серьезнейших поражений. И они, я так понимаю, вот я для себя так мыслю, под совершенно сточной аналогией, которая была в Китам и китайско-вьетнамской войне, в Китае 79-го года, они... Китай остановил ее за 6 недель, поняв, что он не может добиться результатов существенных, ну, и начал там заниматься внутренними проблемами Китая. Аналогия была примерно такая же. Они очень сильно дали назад. Единственный вопрос, который остался камнем преткновения, это реальная численность вооруженных сил верного времени. И это оставался дискутабельным. Истамбульская встреча и протокол готовил будущую встречу президентов Зеленского и Путина. Мы выходили на мирный переговор, и целью была такая личная встреча, после которой стороны должны были останавливать войну. Кстати, отсюда и родились знаменитые 2-3 недели, потому что я, как участник переговоров, просто знал, что через 2-3 недели будет встреча, которая должна будет войну остановить. Четко шли стороны к прекращению огня, к выводу войск. Между прочим, вывод войск дискутировался, в том числе о захваченных территориях. Всерьез обсуждался возможный вывод до нас по состоянию 23 февраля, а дальше серия мирных переговоров, которая должна была решить судьбу окупированных территориях, включая Крым. Словия были железные. Сейчас лучшее, что мы могли бы добиться. Более того, я же участник был нормандского формата и трехсторонней контактной группы. Я там провел 2 года перед этим. И я знал, что требовали там, какой был подход там и какой подход был после этого. Так вот, фактически, стамбульские соглашения переигрывали все недостатки Минска-1 и Минска-2. То есть мы вырывались из капкана Минска-1 и Минска-2 и получали новые условия. И я могу сказать, что остается только сожалеть, что они не были подписаны. Но судя по тому, что сейчас происходит, это и логики происходящего. И знаете, мне кажется, что их срыв был так или иначе неизбежным. Вот сегодня я могу посмотреть. А что тогда послужило главной причиной срыва договоренности? Этого никто не знает. Этого не знает даже Чалу и подозреваю. Потому что мы, когда мы вернулись из Стамбула, там в пору было разливать шампанское поздравлять, ну реально переиграли на мирном треке с помощью наших вооруженных сил сопротивления народа, вообще вот всего, что Украина выдала тогда, получили карт-бланш, переиграть даже ловушку Минска-1 и Минска-2. Но я как человек, который в этой ловушке непосредственно провел переговор и знал, какой это мрачный тупик, и как он тяжело висит на нас двуногирями, ну был очень доволен. А потом спустя какой-то, я помню, я уехал куда-то там поближе, туда, где гремит и стреляет, как на корреспондент и блогер. И когда я вернулся в Киев, я увидел, что нам сказали, что переговоров уже нет, типа группа уже не собирается. Ну окей, поскольку была буча, в принципе, было логично объяснено, почему как минимум переговоры притормозили. Если вы помните, Лавров на 9-й сказал, что Россия готова к продолжению переговоров, 9-го апреля должна была быть очередная встреча, но мы на нее не пришли. И вот эти обвинения Джонсона... Вы считаете, что разве вскрывшиеся в Буче, в Бородянке, в Арпене, во всех этих пригородах Киева, где люди увидели жуткие последствия пребывания там оккупационных, вот были недостаточной причиной для прекращения? Смотрите, дело в том, что если рассуждать рационально, то с тех пор случилось еще много буч, которых могло бы не быть, если бы мир был заключен. И уж сколько людей погибло за это время. Поэтому здесь это очень большой вопрос, вопрос исторический, и логика истории далеко не всегда согласуется с логикой эмоций. Можно было, например, поставить вопрос на переговорах о выдаче военных преступников или о наказании в том или ином варианте военных преступников. То есть, и это же может быть вопросом дискуссии. Только вопрос, сейчас уже спустя некоторое время, мне кажется, что они были обречены на неподписание. Потому что логика противоречий, которая выявилась за все это время, она нам показывает, что противоречия куда как глубже, чем и шестинедельная война их не разрешить было в любом случае. Потому что по-прежнему остается главным требованием Кремля. Это, ну, условно говоря, НАТО на границе 97-го года, правильно? По-прежнему существует ряд угроз. Вот добавился Израиль. И самое главное, что, смотрите, Путин же сменил, мы помните, мы говорили о четырех решениях, которых он принял, с моей точки зрения, успешно, и реализовал. Когда он сумел развернуть повестку с войной Украины-Россия или там ультиматума НАТО на противостояние глобального юга глобальному западу, уж слишком, или северу, слишком легко глобальный юг на это подписался. Быстро и организован. Это означает, что сумма противоречий, лежащая в основе нашей войны, она далеко за пределами российско-украинских отношений. И она глобальна. Глобальна. Потому что здесь и Китай, и Иран, и Северная Корея, и все, что хотите, и, в принципе, и позиции Индии, и так далее, и так далее. Всех тех государств, которые сейчас предлагают расширить БРИКС, всех тех государств, которые покупают российскую нефть и газ, и прочее. Это огромная сумма интересов. И моя позиция заключается в том, чтобы на уровне этой суммы интересов решать. К сожалению, я не вижу, чтобы было серьезное желание сторон поставить так вопрос. Ни у кого этого нет, а значит, война будет продолжаться. Это одно из самых неприятных открытий. Но я буду для себя лично человеком, который внес это публичное предложение. Перед тем, как мы переходили к 10-летней бойне, или серию войн, я был человеком, я вот для себя запишу свою личную биографию, которая сказала, ребята, давайте-ка сядем за стул и перепишем мировую систему или хотя бы в Восточной Европе или европейскую систему безопасности. То, что это не приняли, то, что это была как бы очень малая вероятность, но я внес это предложение для себя я эту галку сделал, поставил себе. То есть я честно его внес. И получил, между прочим, с этого огромную долю неприятности. Что касается, давайте объединимся с Россией и выставим коллективный к Западу. Я нахожусь в западной повестке здесь. Я знаю, как они, какая здесь внутренняя дискуссия в сингтенках и так далее, которые готовят экспертное мнение и прочее, прочее. Ну вот вам типичный заголовок Политек. Я вам покажу. Что будет, если Украина проиграет войну? Там рассматриваются самые разные сценарии, которые в том числе, когда Запад окажется перед угрозом объединенных этих самых армий Украины и России, например, в будущем, если Россия побеждает и захватывает территорию Украины. Там считаются треки ядерной угрозы, возможно, и так далее, и так далее. Рейский рост, промышленные потенциалы и вообще условно перевоз создания Российской империи куда более сильной, куда более агрессивной, чем она была до этой войны. То есть они сами себя этим пугают. Потому что уровень порога предоставления американской помощи Украине таков, что в ход идут самые сильные аргументы для тех, кто хочет эту помощь предоставить. И я им даю те же аргументы, которые как бы они сейчас способны воспринять. Другое дело, что для русскоязычного пространства, русского и российского, украинского и всех прочих, это может выглядеть немножко шокирующим. Ну, так я вам скажу, и ситуация шокирующая. Потому что если приходится их пугать уже объединением под нацелом России и Украины, ну, дело швах. Так оно и так швах. Потому что совершенно не очевидно предоставление американской помощи. Вот совершенно не очевидно. Тяжелейшая дискуссия в этом году предоставить не смогли. Следующая дискуссия начнется после выхода с январской каникул. До середины января где-то примерно. Когда, даже если будут голосовать предварительно, в общем, это очень длинная история. А мы видим, что уже творится в Украине, когда Марченко заявляет, что у нас денег на мобилизацию нет. Когда Свериденко заявляет, что будем притормаживать выплаты пенсионерам. Военным. Военным. Она этого не говорила, но мы знаем, что в армии уже проблемы. Простите, что я вас перебиваю, но вам не кажется, что с одной стороны Марченко и уже с ним в некотором смысле пытаются поднять ставки и пугают Запад, рассчитывая на то, что он все-таки быстро и в большом количестве предоставит обещанную помощь. А люди на Западе, политики, политологи, и разного рода комментаторы пытаются пугать, вот у вас ключевое слово было пугать, пугать себя и пугать избирателей просто для того, чтобы оправдать свою собственную нерешительность, дефицит политического. В том-то и дело. И это большущая проблема. Дело в том, что вся эта международная политика, она дошла до состояния, когда надо переходить на язык запугивания. Только каждый, он стал основным инструментом в дискуссии между Украиной и Западом и внутри самого Запада. Это само по себе признак острейшего неблагополучия. Есть такая старая армейская пословица, задача разведчика напугать. Он должен напугать командира так, чтобы тот начал думать и там, скажем так, подкладывать соломку в тех местах, где могут быть слабые места. Поэтому некоторая доля привлечения, сугестии, воздействия, это часть процесса. Сегодня Шмыгаль, или вчера Шмыгаль, наш премьер-министр обратился в экстренное совещание по поводу состоятельности украинского бюджета. Правильно. То есть мы перешли в режим экстренных заявлений. У меня вопрос, почему, когда экстренное заявление делает Шмыгаль, Свериденко и Марченко? Это как бы нормальный дискурс, а когда экстренное заявление делает Арестович, это вот он российский шпион. Я не вас спрашиваю, это вопрос слух. Как бы, да? Вы просто не понимаете, очень многие русскоязычные читатели, наши слушатели, не в контексте дискуссии на Западе. Это не я говорю об объединении армии России. Это говорят в Конгрессе на слушаниях соответствующих. Это говорят в Европе, это говорят немцы, говорят поляки, как основную угрозу, потому что других аргументов не осталось. Без западной помощи Украина проигрывает войну. Точка. Западная помощь, американская в основном, крайне проблематизирована сейчас. Вообще неизвестно, предоставят ее или нет. Если на Европу можно надеяться более или менее, то градус накала дискуссии в внутренних Соединенных Штатах такой, и противостояние, что никто не даст гарантии предоставления помощи сейчас. Я же здесь, я же знаю. Да, но вы представляете себе, какие ресурсы на самом деле есть у Запада? Двоякая история. У одной маленькой Норвегии полтора триллиона долларов, простите, по-моему, триллион четыреста миллиардов евро, так называемый национальный фонд, или как там вот фонд будущего поколения. Каждый год он возрастает. Там чудовищный профицит бюджета. Они в маленькой Норвегии не знают, что с этими деньгами делать. Да, более того, я вам скажу, что я как человек, который был в Норвегии и интересовался этими вещами, могу сказать, что, например, они готовы выплачивать бешеные деньги специалистам естественных специальностей. Студентам, по-моему, мне называли цифру, я не берусь. Те, кто в Норвегии, может нас поправить. Но стипендия в несколько тысяч до девяти и по некоторым специальностям 15-18 для того, чтобы ты только учился. Они хотят. И вот как раз об этом проблема Запада, о которой я много говорил. Не знаю, надо ли повторять в разговоре с вами. Это вы сами решите. На какие вопросы я должен ответить. Но, скажем так, здесь очень нездоровая ситуация. Крайне нездоровая. Я же говорю, сам факт того, что пришлось перейти на экстренную коммуникацию с ними, и это, заметьте, делает не только Аристоевич. Это делает кто? Высшее военно-политическое руководство Украины. Здесь центры, которые настаивают на предоставлении помощи Украине, они используют аргументы похуже, чем используют я. Прямое запугивание в кавычках, без кавычек и так далее, и так далее. Потому что других аргументов не осталось. Не хочет Запад просыпаться и всерьез участвовать в этой истории. Вы согласитесь, что на Западе есть такая пугалка, такая страшилка, которая зачастую упаковывается в весьма солидную, наукообразную аргументацию о том, что Россия слишком большая для того, чтобы дать ей развалиться. too big to fall. И режим, да, too big to fall, да. Путинский режим, какой бы он плохой не был, но другого у нас не будет, придется разговаривать с этим. И я бы всегда напоминал людям вот этой ольдскульной, я бы сказал, ольдскульной политической философии. историю про Джорджа Буша-старшего, который выступил 1 августа за 23 дня до провозглашения независимости Украины в Верховном Совете, тогда еще его называли Верховный Совет, еще Верховная Рада, выражение не так было привычным, как сейчас перед депутатами парламента, который провозгласил эту самую независимость с призывом ни в коем случае этого не делать, так называемая печально знаменитая в Америке речь президента Буша имени котлеты по-киевски. Тут же есть эта история очень длинная, давайте, если нужно, я вижу, нужно создать этот контекст для наших читателей, мы его создадим. Я уже говорил о нем в других интервью, скажу еще раз. Был такой Кэнон, автор длинной телеграммы Кэнона в 1946 году, он считается архитектором Холодной войны, человек поработал в Москве, написал всю логику Советского Союза, причем уровень степени, он предсказал определенную... Архитектор теории сдерживания. Да, сдерживания, да, он блестящий специалист, умнейший человек, который сразу просчитал, что есть Советский Союз, какие его движущие силы, мотивы игроков, настолько, что предсказывал даже отдельные события поэтапно. Он дожил до 2004 или 2005 года. Это один из стратегических умов гигантского масштаба. Так вот, Джордж Буш, он был в этой традиции. Кстати, американцы, с которыми здесь общаешься, представители серьезных сингтенков, занимающиеся внешней политикой, они говорят, что Джордж Буш был последним президентом, который реально обладал компетенциями внешними, потому что они сами себя критикуют сейчас очень жестко, говорят, что те, кто люди отвечают за американскую внешнюю политику, очень сильно пошло все вниз с тех пор. Он говорит, последний президент, который в этом разбирался в Союз, он знал, безусловно, содержание всех этих дискуссий американских и так далее. Так вот, Кэнон был категорическим противником расширения Запада-Новосток после 1991 года. Эти дискуссии открыты, они есть в интернете, они не скрыты, там не секретны, это можно все набрать. Кэнон расширения НАТО, вы по-английски наберите в гугле, почитайте, кто интересуется и так далее. Он был категорическим противником, формулировка звучала так, что это приведет к войне с Россией, которая Запад проиграет. Буквально. Это при том, что Россия была далеко не в самой лучшей форме, как бы, да, тогда был развал, бардак и так далее, тем не менее, он очень четко и внятно обосновывает, почему это так произойдет. Вот, это человек, который сдержал Советский Союз, его логика лежала в основу всей американской политики сдерживания. И сейчас люди, которые как бы продолжают эту внутриамериканскую, внутризападную дискуссию, они апеллируют Кэнону в частности. Они говорят, что мы насовершали ошибок, дав ложных обещаний, помани, которые мы не готовы выполнить. Если вы видите, очень четко видно по западным экспертам, кто стоит на этой точке зрения или кто близок, или кто с ней полемизирует, потому что это является одной из мейнстримных идей, на которые опираются люди, которые говорят, что не надо оказывать помощь Украине, или ее нужно снизить. И они, вернее, они как раз, ну вот, если быть в контексте, очень четко видно, знаете, когда адресуются к какой-то стержневой линии, и там танец, на самом деле, аргументов идет вокруг этой линии. Мы просто не совсем в контексте. Вот, широкие зрители, украинские, я смотрю, да я сам был не вполне в курсе, пока сюда не приехал и не начал разбираться по большому счету. И так или иначе все полемизируют с Каноном здесь. И уровень аргументации там такой, что современные политики с обеих сторон, которые за помощь и против, не могут, ну там, не могут придумать новых аргументов, я бы сказал так. Поэтому смотрите, что происходит на Западе, в частности США. Они пересматривают даже не вопрос украинской помощи, это для них контекстуальный эпизод. Они пересматривают вообще свою политику, начиная с 91-го года. Их вот этот уровень дискуссий. И это видно, как оно прорывается в некоторых заявлениях, что мы, вот помните, Билл Клинтон сказал, было большой ошибкой где-то год назад, лишить Украину ядерным оружием, это была моей большой ошибкой. Это вырвалось на поверхность, вот эта часть подводной, очень серьезной дискуссии, которая здесь идет. И когда... Не это только ошибка, знаете, некоторые говорят, что большой ошибкой было не предоставить Российской Федерации ту помощь, в которой она реально нуждалась. Безусловно. И была маршала для России, образно говоря. Помните, был еще разговор о том, что Россия может вступить в НАТО, было такое предложение. Да, я не могу. Такое... Где-то годика полтора продержалась тема, я помню. И так далее. То есть смотрите, после 91-го года перепробовали все возможные варианты. Сегодня ракеты, которые Украина отдала по ядерному разоружению в Россию, сегодня летят нам на голову и их сбивают. Ха-555. Ха-101. И мы же передали под давлением американцев. Более того, если говорить шире, есть еще одна очень большая проблема, которая больше, чем проблема помощи. Ты тоже это говорил, но сейчас оно все актуально и можно еще раз повторить. Американская геополитическая модель, школа, она в общении москвоцентрична. Очень. Некоторые в москвоцентричности доходят до москвофильства откровенного. И ощущение, когда с этими людьми разговариваешь, читаешь их дискуссии, вот что характерно, знаете, дурной парадокс заключается в том, что они не скрывают ничего, вся эта дискуссия открыта, ее можно найти в интернете, в соответствующих публикациях. Мало кто занимается и мало кто изучает. Так вот, они прямо говорят, что существование, например, независимой Украины проблема в построении правильных отношений с Москвой, как они говорят. И я это слышал все два года в трехсторонней контактной группе в нормандском формате. Уважаемые наши немецкие и французские партнеры, ну, было видно, как мы им, давайте прямым текстом буду говорить, ну, мешаем самой постановкой вопрос, что вот они хотят бизнес, как обычно, давно уже, что им все понятно, что делать с Москвой, логика построена, давно она существует, столетиями и так далее, и так далее, и Украина все время мешает. Ну, они ссорятся с Москвой, войти с положения, пытаются ангажировать, втянуть в разные проекты, они потом сами цивилизуются, и вообще, плевать на то, что там в России внутри происходит, пусть они хоть собственно на шашлыки жарят, а главное, чтобы не было угроз национальной безопасности. Это вот Киссингер и его люди, да? Да, к сожалению, это так. И помните Ли Страсс в мае 22-го года, когда она выступала, она премьером пробыла недолго, потом она выступала, она сказала, она делала выступление, которое я анализировал когда-то, я помню, мы даже с вами упоминали его, она сказала замечательную вещь, она сказала, что мы после 91-го года решили, что геоэкономика победит геополитику. Да, мы предоставили Ирану, Китаю и России и предоставили доступ к технологиям, пакеты экономической помощи, экономическую интеграцию и рынки, и думали, что логика экономического втягивания, бизнес победит, бизнес интересы победят, экономические интересы победят, перестроят им геополитику. А выяснилось, как сказала она, что все, что мы им предоставили, они использовали против нас. Смотрите, и это общество, в котором до сих пор примат геополитики над геоэкономикой. Большинство людей серьезно считают, что серьезные проекты, начиная от совместного регулирования климата и заканчивая в том числе совместными проектами в области безопасности, например, сами по Африке еще где-то, они могут выступить инструментом сдерживания. После двух лет они до сих пор считают так многие. И это такое, знаете, почти религиозного свойства взгляда. Это когда уже аргументы очень неохотно выслушиваются. И они стоят на этом очень твердо, потому что это часть мировоззрения. Для того, чтобы Запад изменился и начал делать то, что мы ожидаем, и Украина, и российская оппозиция, ему нужно проводить трансформацию такого масштаба, что я даже не могу вспомнить, когда она последний раз была на Западе. Трансформация такого масштаба. И, к сожалению, он очень... В власти в Соединенных Штатах пришел Рональд Рейген. Да, уровень Рейгена. Человек, который сказал, что, послушайте, а чего там ввести политику разрядки? Вот тут Генри Киссингер занимался этой политикой разрядки. И к чему мы пришли? Мы пришли к вторжению Советского Союза в Афганистан, к тому, что сейчас может повториться это вторжение в отношении Польши. А давайте мы просто объявим его войну и победим в ней. Объявил, сказал, что все это империя... Что коммунизм – это тупиковый путь в развитие человечества. И скоро мы его отправим в прошлое истории. Так вот Рейгана, к сожалению... Победил вместе с Теймой, кстати. Да, Рейгана и Тэтчер нет. Мы имеем практически... Смотрите, ирония заключается в том, что мы имеем практическую аналогию с Фолклендами. То есть Гаяна – это британский протекторат. Там Венесуэлла объявляет об аннексии. Неважно, мирная она или вооруженная. И что делает Британия? Ну, по сравнению с... Она делает кое-какие шаги на дипломатическом... Даже на уровне безопасности. Но по сравнению с Фолклендами, с решительнейшим ответом Тэтчер... Ну, это просто бледная тень старой политики западной. И катастрофа, она... Как от мировоззрения идет. На материальном уровне она выражается... Например, для меня осталось две ключевые истории. Три даже. О которых я тоже говорил, но в совокупности того, что мы о чем с вами говорим, оно будет очень в тему, мне кажется. Первое – это неспособность запустить завод микрочипов в Аризоне. Микрочипы – это ключевое для западной военной машины, потому что они лежат в основе высокоточного оружия. Тайвань под угрозой. Они решили перенести в Штаты производство. 40 миллиардов вложили. Завод практически не работает, чипы не производит. Не получается перенапустить в Фениксе в Аризоне. Второй момент – это... А почему не получается? Ну, потому что утрачены... Есть люди, когда разрушено производство как таковое. То есть нет специалистов, условно говоря, нет местных ПТУ, которые обучают молодых людей, которые готовы становиться к станкам. А если они готовы становиться к станкам, то они начинают требовать условий, которые... Ну, во-первых, они, в принципе, не хотят. Кофе продавать, стыкки на латте продавать гораздо проще, чем работать у станка. Плюс это же режимное предприятие. Там на тебя накладывают разные ограничения, подписки, то есть ты в отпуск не можешь просто так съездить. Никто не хочет на себя это добровольно брать. Они пытались привезти тайваньцев. Тайваньцы не едут. Пытались мексиканцев. Не едут. В принципе, не запускаются. В этом проблема. Второй момент – это то, что они... Вот эти истории из 50-70 тысяч снарядов, которые были на американских флотах в Израиле, которые передали в Украину, а когда началась кампания в Израиле, они снова вернули, забрали Украину и отдали в Израиль. 50-70 тысяч снарядов – это то, что на огромном украинско-российском фронте выстреливаются за неделю. Это как бы для крупной европейской войны исчезающая малая величина. И вот то, что когда они начали таскать снаряды туда-сюда, для меня это была ключевая история. Третья ключевая история – это 77 деталей американских флотах в ракете кинжал, которыми бьют по Киеву и Украине. То есть режим санкций и всего остального. И я могу, по моему диагнозу, которая подтверждается прямо здесь представителями американской стороны, которые сидят тут аналитикой занимаются, Запад не смог перезапустить военную промышленность. Они честно попытались это сделать после первого Рамштайна летом 2022 года, не смогли. Понятно, по каким причинам, мы их тоже называли, потому что, например, поставить людей в третью смену, это означает серьезнейший конфликт с профсоюзами и резкий рост стоимости производства. Снаряды выходят золотыми, они не готовы это делать, а если готовы, то не готовы выделять на это деньги и так далее. Вот вчерашняя история, когда крупнейший немецкий завод, который производит взрывчатку, взрывчатые средства, и так далее, столкнулся с немецким, с Униан давал эту информацию, столкнулся с противодействием местных властей, которые хотят забрать у него территорию. Немцы им говорят, производственники, подождите, в Европе война. Основные усилия по поддержке Украины, да и прямая угроза Германии, как заявляют немецкие генералы, бунтоцифер должен готовиться, заключается в том, что мы сейчас должны резко ускорить производство. Муниципалитет говорит, ребята, нам плевать, но вы занимаете слишком большую зону отчуждения, потому что взрывчатые и зажигательные вещества, там же зона отчуждения должна быть керонная. Но мы хотим это использовать под городские парки, велосипедные дорожки и застройку. Ну да, знакомые, живущие в Германии, любят говорить в какой-то момент вопрос о поставках, срочных поставках оружия, скажем, идущие через Германию или из Германии, натыкается на то, что какой-нибудь местный маленький бюрократ смотрит на часы и говорит, оп, у меня рабочий день до 16, что вы говорите там, контейнеры нужно срочно отправлять в Польшу и дальше в Украину, извините, но это не моя проблема, у меня день закончился в понедельник, сегодня пятница, короткий день, может быть, даже до 15, а вот работает. Зайдите на недельки, называется. Зайдите на недельки, да, и ничего с этим поделать невозможно. Да, они же до сих пор не могут согласовать порядок переброски войск на Европейском театре, потому что каждый муниципалитет может запретить движение танков в случае там войны или учения необходимости. Надо получать разрешение от каждого отдельного муниципалитета, который пользуется огромными правами. Поддержанные политическими партиями, местным населением и так далее. Они пытались, некоторые меры приняли, но не до конца. Ну и то, что Германия полгода восстанавливала производство снарядов 122-мм для пушек собственных танков, это же не для посторонних танков. Понимаете, Украина освоила производство 155-мм снарядов в определенных малых количествах, но осваивает, когда этот калибр чуждый для Украины, а они для своего не могут запустить. В общем, Запад абсолютно не в форме. Когда я в плохом настроении после очередных разговоров здесь, после получения очередной информации, подтверждающей, что они... Я начинаю даже употреблять сильные метафоры, типа эпитеты «Запад на войну явился со спущенными штанами». Ну, потому что, когда все это послушаешь, нервов не хватает даже у таких спокойных людей, как и я. То есть, если я резюмирую, они не только не готовы материально, они не готовы ментально для того, чтобы Запад начал всерьез противостоять, даже не воевать, а всерьез противостоять, и были быть готовы к будущему противостоянию и нынешнему. Ему нужно полностью трансформировать ни больше, ни меньше систему мировоззрений, то есть переоценить все, что они сделали с 1991 года, признать ответственность за свою политику, выработать новую, и полностью сменить тип общественного, социально-экономического развития, потому что они не могут запустить военную промышленность в данных конкретных условиях. Многомиллиардные инвестиции, десятки миллиардов, приводят лишь к тому, что дорожают акции. То есть вся западная машина, она подчинена финансовому капиталу, не промышленному капиталу. Военное производство – это значит перенести акценты либо выровнять акценты с финансового капитала на промышленное, но вся западная экономическая модель, ведь все государство велфера, пособие и так далее целиком стоит на финансовых операциях, на повышении стоимости акций. И для того, чтобы сменить это, финансовый капитал промышленный победил в конце еще XIX века, то есть нужно пересмотреть модель за столетнюю модель. Они нет, и самое главное, понимаете, нет субъекта, который может это провозгласить, потому что новых Рейганов нет, новых Тэтчер нет. Они в очень вялой дискуссии бьют в колокола очень серьезные люди, типа Курта Волкера, да, вот такого уровня. Но я с ним разговаривал, не будем уже скрывать, как бы, да, нас познакомили, и он говорит, что у нас таких немного, к сожалению, мы бьемся, но достучаться очень трудно. Ну и самое главное. Главный наш спонсор, Соединенные Штаты, помощник, находится в абсолютном раздрае сами. То есть Америка абсолютно не в форме. Самое страшное явление, которое я здесь наблюдаю, это даже не то, что стену Мексики предпочитают помощи Украине, потому что вот эта угроза, смотрите, до чего дошли Соединенные Штаты, если иммигранты из Мексики являются главной угрозой национальной безопасности, как они еще считают. Часть из них считает. Проблема в том, что... Не перспектива возможная посылки опять американцев в Европу, часть союзников, да, если вдруг, не дай бог, что-то плохое случится. А вот... Страх. Да, надо, надо, 12 тысяч мексиканцев, которые каждый день проникают в этот самый, для них главная угроза национальной безопасности. И то, что творится в университете Гарварда, для них главная угроза национальной безопасности, а не противостояние с Россией, Китаем и так далее. Или война глобального юга, которую он объявил. Самое страшное, что я здесь наблюдаю, что, ну, если очень примитивно говорить, прямо не подбирая слов, деликатно, как бы максимально упростить схему, то в своей борьбе между собой республиканцы и демократы, а точнее даже не так, изоляционисты и глобалисты, потому что те и те есть и в республиканской демократической партии, правильно будет изоляционисты и глобалисты, они не замечают, как их начинают раздергивать эти главные внешнеполитические противники. То есть представители Москвы, представители Пекина, представители Саудовской Аравии, Индии и так далее, они в желании удушить друг друга, в прямом текстном говорю, начинают вступать в альянсы со своими врагами, людьми, которые объявили своей целью поставить на место Соединенные Штаты. Потому что накал страстей такой, что они, к сожалению, начинают терять, как это, избирательность в средствах и союзах. Вот до чего здесь дошло. Дискуссия, я говорил, абсолютно религиозная. Изоляционисты, все религиозные люди, они ведут логию, ну вот они словарь крестового похода. И вот этот знаменитый фильм, который сейчас сняли, «Гражданская война в США», который в апреле должен выйти, и который, как мне рассказали здесь, сняли люди близкие к глобалистам, к Обаме точнее, то они способствовали появлению сериала. Они же пытаются запугать американцев, часть американцев, тем, что правые придут в власть, и Трамп туда-сюда устроит им гражданскую войну. Но судя по тому, что здесь происходит, вот глядя на все это, как бы это ни было самосбывающимся пророчеством, потому что любой американец, даже абсолютно ироничный, хладнокровный, с которым приходится иметь дело, который, говорит Алексей, ну мы видели и пострашнее вещи, например, когда Кеннеди застрелили одного, второго, и так далее, когда тут вышла Америка на улице и дралась друг с другом, даже они не берутся сказать, как именно пойдет избирательная кампания в Соединенных Штатах, не выплеснется все это на улице и так далее, они в очень серьезном уровне опасения. И вот в этот момент критический Путин увеличивает давление. Причем не только Путин, он создал коалицию, условно говоря, глобального юга и так далее. И вот мы получаемся, глобальный юг актуализовался, он устроил конфликт в Израиле, второй, и Соединенные Штаты уже засыпались. То, что демократы привязали пакет израильских, пакет украинского, и не хотят голосовать их раздельно, это показывает, что они рассматривают это в честной связке. Но главный кошмарный вопрос – это вопрос, как бы, а если третий конфликт начнется? Где? Где, в любом месте. Тайвань, например. Тайвань, Бирма или около нее. Например, Финляндия, Литва, Польша, Балканы западные, с Ираном и так далее, то, как бы, где мы будем брать снаряды, войска и, самое главное, настроение этим всем заниматься? Смотрите, по американским военным базам за последний месяц в Ираке преимущественно проиранскими формированиями нанесено более ста ударов уже. Это открытое сведение в открытой печати американской. Нет ответа. Боятся спровоцировать Иран. Третья война, не тянутые, не хотят вступать и так далее. Это же невиданное, невиданное в истории США за 227 лет, чтобы можно было безнаказанно стрелять в американцев, это, в принципе, никогда такого не было ни при одном президенте. Сейчас есть. Когда говоришь, ребята, как же так? Они говорят, ну, ты понимаешь, кровавый опыт Ирака, Афганистана, 20 лет войны, бестолку, уход, начинать снова третью историю, но мы не готовы. Они говорят, не готовы. Ну, подождите, Алексей. Знаете что? Давайте так. Давайте мы здесь поставим точку с запятой. Как говорил мой знакомый, обсуждать новые неприятности, будем по мере их поступления. Пока что третий фронт не открылся, новая война не началась. Давайте все-таки будем надеяться на то, что какие-то более позитивные сценарии станут реализовываться в новом году. Но все-таки у нас канун Нового года и хоть чуть-чуть оптимизма нам надо, наверное, добавить. Спасибо вам большое за этот разговор. Я надеюсь, он не последний. Я по-прежнему буду настаивать, обращаясь к своим зрителям, как бы вы не разочаровались в Алексея Арестовича, в каких бы грехах вы его не обвиняли, мне кажется, что с ним говорить интересно. Его аргументы заслуживают того, чтобы он был выслушан. Так что поэтому не в защите. А кому понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и не забывайте подписываться. И всего вам доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Всем до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова